Здравствуйте! Мы продолжим рассмотрение значений букв. Сегодня на очереди буква ЛАМЕТ. Буква ЛАМЕТ, ее значение лингвистическое, такое смысловое значение – забирать, вбирать внутрь, присваивать. То есть, если буква БЭЙТ сначала находиться внутри в первую очередь, то ЛАМЕТ акцентирует внимание на самом этом движении. Что-то вот берет, как бы протягивается рука и вбирает внутрь. Вот такая идея. Или что-то устремляется куда-то, чтобы попасть. Вот всякого рода движение ЛАМЕТ. То есть, как бы, если Зайн говорит о внешнем, чем-то внешнем, внешняя часть, а БЭЙТ – это внутренним, то ЛАМЕТ – это переход от Зайна в БЭЙТ. Вот можно таким образом сказать. Присваивать что-то. Вот ЛАМЕТ – это вбирать внутрь, чтобы оно находилось внутри. ЛАМЕТ – предлог принадлежности. В первую очередь ЛАМЕТ – это предлог принадлежности, направление попадания внутрь. Значит, принадлежит мне, ЕШЛИ. То есть, я эту вещь беру в себе, присваиваю себе, считаю ее своей, делаю ее своей. Ну, на законном основании, скажем. Или движение внутрь. Он движется куда-то, в каком-то направлении, ЛАМЕТ. То есть, для того, чтобы попасть внутрь этого дома. Здесь, значит, подходит и глагол ЛОКЕАХ. Очень хорошо иллюстрирует значение ЛАМЕТ. ЛОКЕАХ – ЛАМЕТ на первом месте. Брать – взять, собственно говоря. ЛОВЭШ – одевать. Надевать что-то берется и, значит, на себя помещается на себе. То есть, ЛОВЭШ – ЛАМЕТ – идея присвоения такая. ЛОМЕТ – учит, заучивает. То есть, какое-то знание вбирает в себя. ЛОМЕТ. ЛОХЕД – ловит. ЛЮЛКОД – это словить, поймать. МАЛКОД – это ловушка, соответственно. ЛОХЕД – он ловит что-то. Опять же, значит, вбирает внутрь, берет себе. Значит, это мы разобрали значение буквы ЛАМЕТ. ЛАМЕТ РЕБЛЕН